Всем привет! Обзор смартфона YVV20SE. Версия на 8 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной памяти в цвете Oxygen Blue. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. А теперь перейдем к его распаковке. Посмотрим на комплектацию. Такая простецкая синяя коробочка. Вот 128. Открываем, смотрим комплектацию, что идет в комплекте со смартфоном. Тут конверт, в котором скрепка для сим-карточек, документация и силиконовая задняя накладка. Самая простая прозрачная силиконовая задняя накладка будет идти в комплекте, так что первое время о чехле можно будет не думать. Дальше смартфончик. Такой вот цвет, очень приятно выглядит смартфон, приятные материалы корпуса. Вот тут пластик, но он как бы такой достаточно качественный и приятный на ощупь. И цвет хороший. Больше нравится, там он только еще такой вот есть. Oxygen Blue белосиний и черный, просто просто черный. Вот я больше люблю такие вот цвета, не черные. На черных очень хорошо видны разводы от пальцев, физические повреждения, поэтому это непрактичный цвет. Так, дальше. Комплектация, собственно, сама USB Type-C кабель с USB на USB Type-C. Наушники есть в комплекте и адаптер питания с выходом сверху. Вот адаптер питания поддерживает быструю зарядку. Хорошая комплектация, наушники, чехол и также в комплектации можно отнести то, что сразу идет поклейка защитной пленки на дисплей устройства. Вот ее видно, то есть достав с транспортировочного чехла вот этого, будет сразу поклейка еще дополнительно на защитной пленки с завода. Вот это отлично. В общем, по комплектации очень хорошая, 5 баллов по комплектации. Дальше. Сзади у смартфона блок камеры, тройная камера, вспышка. На передней части 6,4 дюйма дисплей, фронтальная камера по середине и разговорный динамик. Сверху справа кнопка включения кнопки гуровки громкости. На этой грани нет ничего. Сверху у нас слот и дополнительный микрофон. Сейчас откроем слот. Посмотрим, что это за слот. Снизу порт USB Type-C, динамик, микрофон и джек для наушников. Смартфон достаточно тонкий. Назову его габариты. Высоту 160 миллиметров, ширина 74, толщина всего лишь 7,83 миллиметра. То есть достаточно тонкий и при этом тут достаточная объемная батарейка 4100 миллиампер час. Есть поддержка быстрой зарядки конечно же и идет в комплекте. Откроем слот, посмотрим, что это за слот. Открыли слот. Полноценный слот на две наносим карточки. Такой вот он большой достаточно, длинный. Два слота для наносим карточек и слот для microSD карточки для расширения памяти. То есть без проблем память встроенную можно расширить, если вам вдруг не хватает 128 гигабайт, при этом не жертвуя второй сим-картой. Зажимаем кнопку включения, ожидаем включения. Долго включается что-то. Все, наконец-то включился. Разблокируем, еще чуть-чуть думает. Вот и переходим в настройки. Так. По телефоне. Модель устройства V2023. Оперативка, процессор, встроенная память. FanTouch OS 11 Global. Это версия прошивки. Так. И версия Android 10. Окей, закрываем. По дисплею. Display AMOLED 2400 на 1080 точек разрешения дисплея, то есть Full HD+. Поддерживается 10 точек касание материал дисплея, стекло. Переходим в Geekbench. Синтетический тест. Вот. По процессору. Процессор от Qualcomm. Это Snapdragon 665, восьмиядерный, который работает на тактовой частоте 1,8 и 2 ГГц, 4 плюс 4. Так. Видеоускоритель Adreno 618. Дисплей примерно 409. Запускаем тест процессора. Вы увидите уже результат. Так. Результат теста процессора. 304,5 наверное тест. 1410. Мультиядерный тест. Вот. Смотрим результаты. Сравнение. И теперь запустим тест видеоускорителя Adreno 610. Вы увидите уже результат. Так. Результат теста видеоускорителя. Небольшой тест. Очень долго. Небольшой результат. И очень долго делался этот тест. Вот так вот всегда бывает. Это на некоторых устройствах почему-то плохо запускается тест видеоускорителя Geekbench и показывает вообще-то какие-то бредовые цифры. То есть очевидно, что не может быть так мало. Мы не можем быть в 10 раз хуже, чем в OnePlus 8. Ну, никак не можем. Поэтому это как бы не очень объективный результат получился. Открываем Antoto Benchmark. Запускаем тест Antoto. Вы увидите уже самый результат. Так. Результат тест Antoto Benchmark 186000. Сделаем тест Multi-Touch. Touch поддерживает 10 касаний четко. И смотрим рейтинг. Мы должны попасть в топ 100 рейтинга. Для попадания в топ 100 нужно набирать 175000. Мы будем как раз примерно там на 99 сотом месте. Мы набираем 180000 и попадаем в 94 мощнейших устройства. И находимся между Galaxy S7, A51, Galaxy S7 Edge и Mi 8 Lite. Вот Xiaomi. Закрываем. Неплохо достаточно. Попали в топ 100. Уже нормально. Окей. Переходим теперь к следующему тесту. Посмотрим, как работает тяжелая игрушка Катаса Андреас. На максимальных настройках графики будем смотреть. Ожидаем загрузки. Настройки. Графика. Вот максимум. И тут все ставим на самый высокий уровень. Запускаем игру. Смотрим, как работает. Продолжение следует. Ну, отлично работает. То есть видно, что все очень плавно, без каких-либо проблем. Отличнейший геймплей. Ветх. Значит. Погода. Продолжение следует. По о'mrs окей закрываем полный порядок и теперь покажу вам примере снимков на основную камеру этого устройства основная камера устройства тройная 48 плюс 2 плюс 2 мегапикселя покажу вам примере снимков теперь на эту основную камеру на этом все спасибо что посмотрели это видео подписывайтесь на кол максимум был комментируйте ставьте лайки и ждите новых видео пока а